Еще раз доброе утро, как говорится, нашу маму и там и тут показывают. Ну, суши, точнее, пиццу мы уже на природе поели, потому что сегодня отмечается Всемирный день пикника. Ну а теперь о культурном просвещении поговорим. В Красноярске 19 июня состоится премьера фильма «Капитан Немо». Фильм снят о хоккеисте Иване Ткаченко, который играл за команду «Локомотив». Подробнее вот нам об этом всем расскажут сегодня наши гости. Софья, представь, пожалуйста. Мария Ларионова и Мария Морозова наши гости сегодня. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Девушки, расскажите, пожалуйста, вообще, почему решили, вообще, откуда пришла идея снять фильм именно про эту команду? Да, действительно, команда погибла в авиакатастрофе, это действительно страшная трагедия, но все-таки, почему именно решили сейчас снять этот фильм? Наверное, я отвечу на этот вопрос. Это история о простом ярославском мальчишке, который пришел в хоккей и доигрался до лидера команды, доигрался до сборной России. И он прославился не только своими высокими спортивными достижениями, но и своими добрыми делами. Он занимался благотворительностью, переводил большие, огромные суммы деньги, огромную сумму денег больным детям. И подписывался, когда переводил деньги благотворительные фоды, подписывался капитаном Немо. Его рассекретили буквально вот перед смертью. Вот можете помнить историю за 10 минут до гибели локомотива, да, авиакатастрофы. Он сделал перевод, да? Да, перевод крупной суммы денег больной девочке. И вот фильм настолько трогательный и настолько важный. Я думаю, что чем больше зрителей увидят в разных городах, тем будет полезнее. Этот фильм больше про хоккей или больше все-таки именно про Ивана Ткаченко? Про Ивана Ткаченко это фильм, и слоган у фильма «Игрочище и человечище». Примера уже прошла в Ярославле, в Москве, и эстафету принимает Красноярск, потому что в этом фильме принял участие в съемках наш Александр Семин, двукратный чемпион, и наши юные слэш-хоккеисты из Красной Молнии. Давайте, может быть, вы нам поподробнее расскажете о том, что будет, собственно, показано в фильме. Он документальный более или художественный? Там в основном документальная съемка. Это истории тех людей, которые играли с Ткаченко, тренеры, сами игроки, его друзья, знакомые, родные. То есть они рассказывают о том, какой он был человек и в жизни, и в игре, и так далее. Вот Мария уже обмолвилась о том, что премьера прошла в Москве. У нас есть небольшое видео с отзывами о премьере. Давайте посмотрим. Я думаю, что этот фильм – мое большое будущее, и самое главное, чтобы его надо показать и по центральным каналам, чтобы все-таки видели, что есть спортсмены, которые действительно достойны уважения. Я думаю, что это душевное кино про человека, которого стоит чтить, вспоминать. И это цепляет душу, это навеивает те воспоминания про Ваньку. И я уже сейчас даже разговариваю, представляю его перед своими глазами, тем пацаном, открытым, для всех, душевным, хорошим другом, классным хоккеистом. Вы уже посмотрели фильм, да? Можно ваше мнение? Очень трогательный фильм, потому что он не художественный, он документальный, и там вся правда. И после фильма я видела мужские слезы, мужские слезы брутальных хоккеистов. Не говоря уже о женщинах, которые выходили после этого фильма. Ну, сердце щимит. Сердце щимит. Мария, расскажите, пожалуйста, когда красноярцы смогут посмотреть этот фильм? В детском кинотеатре «Мечта» премьерный показ состоится 19 июня в 16 часов. И также небольшая приветственная интерактивная программа перед показом в 15.30. Мы также презентуем книгу Олега Егорова «Я играю в слэдж-хоккей», которая создана при поддержке Лиги хоккеистов. И также состоится после небольшой автогорф-сессии со спортсменами. Ну и помимо вот таких приятных бонусов на показе, у нас есть тоже бонус в виде билетов на этот показ. Мария, задайте вопрос, пожалуйста. Ну, для меня, конечно, вопрос этот простой, потому что я из хоккейного мира. Сколько раз Иван Ткаченко становился чемпионом России и в составе какой команды? Присылайте свои ответы по номеру 9020 с поместкой «Остров». Мы обязательно все прочитаем и объявим победителя в прямом эфире. Ну а сейчас передаем слово студии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...